Добрый день! Меня зовут Анна Золота. Я научный сотрудник Института океанологии Российской Академии Наук. Я кандидат биологических наук, защитилась в 2017 году у Василия Берча Спиридонова. И я занималась и защищалась по теме чужеродных крабов в России, в российских морях. И сегодня я более подробно расскажу про одного краба, про краба-стригуна, который вселился в Арктические моря, но также немножко расскажу и про другие виды. Моё название в сегодняшней презентации – крабы-стригуны – нелегальные иммигранты Карского моря. Почему именно нелегальные иммигранты и что такое чужеродный вид? Почему я его назвала нелегальным иммигрантом? Дело в том, что когда мы говорим про чужеродный вид или инвизионный вид в нашем случае, то мы именно говорим о тех организмах, которые переселились с помощью прямой или непрямой, с помощью человека. То есть не те виды, которые расширяют свой ареал за счёт каких-то естественных природных явлений, а именно которые переселяются с человеком. Например, прицепляются к обрастаниям на судах внизу, с балластными водами личинок много перевозится на кораблях. Также наземные и очень большое количество историй о том, как с товарами, с упаковочными материалами этих товаров, например, ящики деревянные, в которых были жуки-караеды, попадают на другой континент и начинают там развиваться и пожирать деревья, которые не привыкли и не знают, как бороться именно с этим жуком, потому что они коэволюционировали совсем с другими жуками, и у них нету защитного механизма против этих конкретных жуков. Но мы будем говорить именно о чужеродных крабах. И в чём разница главная между чужеродным и инвазивным видом? Я хотела бы заострить внимание, что инвазивный вид – это обязательно тот вид, который распространился в большом количестве, его популяция должна быть довольно сильная, а самое главное, что есть доказательства того, что он влияет негативно на среду, в которую он вселился. То есть бывает иногда, что вселился чужеродный вид, сидит там тихонько немножечко, их там кое-где замечает, но по сути они не соперничают сильно с местными видами, не заполоняют, не поселяются повсюду. И как бы всё существует с местным населением сильно не взаимодействуя. Это вот кривая вселения чужеродного вида, ну не только чужеродного, любого вида, который переселяется в новое место. Но в нашем случае это очень интересная кривая, потому что мы видим, как слева направо движется время, и вот в момент вселения попадает небольшое количество организмов, скажем, личинок в воду. Они оседают и начинают развиваться, но дно очень большое, и люди их не замечают. Или в том же лесу, очень большой лес, и там жуков не замечают. Они потихонечку развиваются, размножаются. Может пройти очень много лет до того, как они дойдут до критической массы, когда их популяция начнёт резко возрастать, в гомеатрической прогрессии. И вот в этот момент люди начинают замечать присутствие этого чужеродного вида, потому что его популяция резко взрывается. Дальше эта популяция взрывается до высоких уровней, чаще всего за счёт того, что в новом месте, например, нет паразитов, которые бы сдерживали популяцию этого вида, так как они переселились, не принеся с собой паразитов. Например, нет хищников, которые бы могли тоже сдерживать популяцию. Очень много разных факторов, которые позволяют новому виду достигать очень больших плотностей и высоких популяций. Далее чаще всего происходит то, что или заканчивается кормовая база, или они заболевают, или ещё что-то, и их, достигая высокой точки здесь, их популяция рушится. Иногда есть примеры, когда полностью исчезает вид, вот он достиг большого количества и полностью исчез, но это очень редко, крайне редко. Чаще всего, как только попал чужеродный вид, он уже там и осел, и закрепился, создал воспроизведящуюся популяцию, то он уже останется там навсегда. Только вопрос, на каком уровне. Чаще всего они доходят до высокой плотности, и дальше вписываются так или иначе, встраиваются в экосистему, экосистема к ним привыкает, они привыкают к систему, они съедают еду, еда исчезает, их популяция рушится, восстанавливается кормовая база, опять их популяция вырастает, и дальше пошли волнами классические взрывы и падения популяции. Так что мы будем смотреть и пытаться понять, где сейчас находится популяция краба-стребгуна в Карском море. Ну, как я и говорила, что разница между чужеродными видами и инвазивными видами – это в том, что инвазивные виды – это виды, которые влияют на ту среду, в которую они попадают. И они могут влиять на большом количестве, как негативные, так и положительные могут быть влияния. Они могут нарушать санитария окружающей среды, подрывать видовое разнообразие, или, если он встраивается, то, может быть, даже увеличивается за счет того, что он новый вид образия. В то же время такие крабы, вот как камчатский краб, как краб-стрегун, они создают новую рыболовную отрасль, то есть вид, который довольно дорогой и хорошо ценится во всем мире, и очень вкусный организм. Поэтому однозначно сказать, что чужеродные виды – это зло или добро, очень сложно, потому что, смотря с какой стороны вы на это смотрите и смотря какой вид. То есть если это красный прилив, который тоже перевозится с балластными водами, то скорее и создает токсичные взрывы цветения, то, естественно, это будет чаще всего негативно. Вряд ли мы можем найти очень хороший пример того, как это хорошо влияет. А камчатский краб в Баренцевом море – это спорный вариант. Вопрос о том, хорошо ли это или плохо. Непосредственно говоря о крабах, я могу одно сказать, что крабы, они занимают ведущую роль в морских биенвазиях, то есть это одни из самых таких широко известных видов вселенцев во всем море. Это, конечно, вам представлены карты здесь довольно устаревшие, уже есть более качественные цифры, но в то же время я хочу подчеркнуть, что, например, китайский мохнаторуки краб и зеленый краб, они входят в список 100 самых страшных и ужасных видов вселенцев во всем мире. То есть они распространились до такой степени, и было уже доказано высокое их негативное влияние на окружающую среду. И что я вам могу сказать, один из них уже присутствует в наших морях. Это мохнаторуки краб. Но также у нас есть другие виды десятиногих, не только крабы, есть еще крабоиды, как камчатский краб, который не является настоящим крабом, а является крабоидом. Но это уже детали, которые я, может быть, попозже объясню разницу между ними. Но также есть и креветки. Но я буду больше вам рассказывать именно про крабов и крабоида камчатского. В первую очередь я хотела бы заметить, что наибольшее количество вселений было зарегистрировано в Черном море у нас в России. Ну и там биоразнообразие других десятиногих гораздо выше. Однако там большое количество из тех, которые были, крабы и десятиноги, которые были зарегистрированы в Черном море, они пока что не доказаны, что они создали воспроизводящуюся популяцию. Но я думаю, что много из этого вопроса времени. И также то, что Черное море напрямую связано с Средиземным морем, а это море – одно из самых-самых вселяемых, вселенных морей мира, так как туда приходят виды и из Атлантики, и Чересоцкий канал из Красного моря и так далее. Ну и я немножко расскажу про других крабов, и далее перейду непосредственно к крабу-стригуну. Вот я уже упоминала китайского мохнаторукового краба. Это очень интересный краб. Он очень широко распространен в России, но у нас до сих пор нету его самовоспроизводящейся популяции, слава богу. Он осел, хорошо создал сильную популяцию в Западной Балтике, а в Восточную Балтику он доходит пешком, а дальше по каналам, по рекам доходит. Вон и даже Белом море его видели, и Волги находили, и в Каспии, и в Черном море. Теоретически он может попасть и прижиться в некоторых местах Каспии и Черного моря, но это довольно сложно, потому что у него сложная жизненная история, и он уходит по рекам, во взрослом возрасте уходит вверх по рекам, и живет, вот вы видите, подрывает берега и строит лунки. И вот вы видите фотографию, где большое количество этих крабов. В общем, это довольно большая проблема и зараза. В Европе берега рек опадают, он ходит пешком. Даже были случаи, когда эти крабы заходили пешком в торговые центры, и их бедные европейцы спасали, вызывали службы, чтобы бедных крабов вернули в море. Другой краб – это голубой краб, который с 1967 года попадается в Черном море. Сейчас это уже, опять же, карта устаревшая. Очень много находок, все больше и больше с каждым годом. Он, скорее всего, пришел из Средиземного моря, где там уже есть хорошая популяция этого краба. Мы все ждем, когда же будет взрыв популяции этого краба в Черном море. Это довольно вкусный краб. Также, возможно, будущий промысел. Хотя долго он очень думает. Но мы не будем в детали подробностей здесь вдаваться. Еще один маленький крабик, которого я хотела бы упомянуть, потому что это был мой любимец во время защиты моей кандидатской. Это маленький, абсолютно небольшой крабик. Его называли раньше голландским крабиком. Я предпочитаю его называть крабом Харрисе, так как он вообще-то из Америки. Но он попал в Голландию аж в конце XIX века, после чего он распространился по всей Европе и в Черном море, и в Азовском море, и даже был в Аральском море. Но не пережил повышение солености. И, скорее всего, мы его пока что там больше не видели. Никто его вроде там не видел, но он точно там был. И очень интересно то, что этот крабик, скорее всего, полностью заменил местный краб Прохинотос сексдентатус, вот этот слева. Они были одного размера. Они не были, а есть этот краб. Краб все еще существует в Черном море, но в Азовском море больше не встречается. Есть данные о том, что они в какое-то время встречались одновременно, а теперь встречается только чужеродный вид, а местный вид больше не встречается. Но чужеродный вид полностью заменил его, встроился в экосистему ровно как в предыдущий краб. Он строит такие же норы, он питается тем же самым, он того же размера, у него очень похожий жизненный цикл. И поэтому назвать этот, с одной стороны, тяжело, этот краба назвать инвазивным, потому что как бы экосистема шибко не пострадала. С другой стороны, вот он, скорее всего, вытеснил. Хотя, ну, история, она вещь такая сложная. Нас там, мы там не были, мы не видели, но вроде как, судя по всему, чужеродный вид выместил, победил местного вида. Вот, итак, переходим к более интересным крабам, арктическим крабам, камчатскому крабу и крабу-стригуну. Я немножко расскажу про камчатского краба, так как очень часто люди путают, когда мы говорим о крабах вселенцев Барьцева моря. Все привыкли думать о камчатском крабе, который там уже давно существует, очень известен. И когда я пытаюсь объяснить, что нет, краб-стригун – это чуть другое, они же говорят, ну да, но вот этот большой. И краб-стригун, он тоже вот этот большой, но другой. Камчатский краб, он родом из дальневосточных морей. Ну вот вы видите его, естественный ареал. Он попал в Барьцево море с помощью человека. Его еще с 30-х годов пытались перевезти в Барьцево море в советское время, чтобы создать новый промысел. Мы хотели больше разнообразия и доступности. Вот прекрасное море, там должно все подходить. Его везли-везли, не довозили. В конце концов, в 60-е, наконец-то, смогли на самолетах привезти большое количество личинок, молодей, самок, его запускали-запускали, и он куда-то уходил. И, в общем-то, уже и все не знали, прижился он или не прижился. И через какое-то время, прошло пару десятков лет, когда начали попадаться эти крабы. И оказалось, что они ушли против течения в теплую Норвегию, там начали развиваться, и потом дальше распространились обратно в Россию. Сейчас у нас огромный промысел этого краба в Баренцевом море. На российской территории существуют квоты и продаются, чтобы мы поддерживали популяции краба, чтобы не было перелова, чтобы воспроизводилась популяция. В Норвегии также, в восточной части, в северо-восточной части, которые на границе с Россией, там тоже у них существуют квоты, и они следят за тем, чтобы не было подрыва популяции. А более западно-южной части, там промысел краба безлимитный. Говорят, берите и ловите сколько можете, чтобы он дальше не продвигался, и, может быть, так сдерживать его распространение в Норвежское море. Дело в том, что вопрос о том, какое влияние этот краб имеет на местную биоту, он до сих пор, и хорошо ли это или плохо, это существование этого краба. Очень спорно, очень много про это разговоров. Судя по всему, я не могу сказать, что я большой эксперт этого краба. Насколько я знаю, что основная проблема в том, что этот краб, да, он большой хищник, он прожорлив, его много, он создаёт вот эти поды, сметает всё на ходу, ест икру других рыб, попадает в сети, путается в сетях. Особенно это большая проблема в Норвегии, где он сидит во фьордах и не уходит. Вот, возвращаясь к этому слайду, который я показывала, у него цикл в природном ареале такой, что, ну и сейчас уже доказано, что такой же цикл у него и в местах селения, что крупные самцы и самки мигрируют сезонно, мигрируют к берегу, где они спариваются и происходит выпуск личинок. Эти личинки оседают неподалёку в районах, где есть гидроиды и растительность. Там они подрастают и с возрастом, как только они достигают определённого возраста, начинают уходить в глубину, подальше от моря. Так как зимой они предпочитают более высокую, тёплую воду, а здесь, возле берега, она начинает сильно промерзать. И когда краб находится во фьордах, то он далеко не уходит. Фьорды глубокие, а он просто спускается в этом же фьорде на глубину, там зимует, опять поднимается, и получается, что он круглый год поедает всё, что есть в этом фьорде. А на более плоских районах и берегах, дальше там восточнее и на Дальнем Востоке, как это есть, в его природном ареале, он уходит, приходит, популяция местных бьёт и как-то имеет возможность восстанавливаться, и он рассредотачивается и не настолько постоянно давит, прессует местную биоту. Вот, поэтому с этим крабом я закончу рассказывать. Опять же, я могу сказать, что глубоко этим крабом я не занималась, не вникала. Вот только то, что примерно знаю о своих коллегах. Я знаю, что некоторые люди, которые много им занимаются, присутствуют сейчас в слушателях и, возможно, могут подсказать нам дальше более детально, если будет интересно. Вот, а про краба-стригуна я теперь более детально могу вам рассказать. Итак, краб-стригун, вот вы видите на этой карте, голубым отмечено примерно, так, очень абстрактно, районы, где этот краб, естественно, существует. Это в Атлантике, возле Ганадских берегов, возле Гренландии, Ньюфанланд, и на Дальнем Востоке, в Бафорте, в Чукотском море есть его популяция, в Охотском море, и даже была одна находка, он попадается в восточной части Восточно-Сибирского моря, даже была одна находка в море Лаптевых, но больше таких находок не было, несмотря на достаточно большое количество экспедиций в этих морях. Насколько мне известно, больше там находок не было. Возможно, меня мои коллеги могут поправить. Вот, поэтому это очень важно заметить, что большое прерывание между Красной территорией, куда вселился краб и голубыми территориями, что очень маловероятно, что краб дошел пешком, так как течение все-таки идет из Баренцева моря в сторону на восток, и личинки не могли попасть из Чукотского моря в Баренцево море, и потом у нас селение сначала произошло в Баренцево море, потом в Карское. Это я забегаю вперед, сначала я вам расскажу, кто такой Стригун. Краб Стригун, вот он достаточно большой. Вы видите на этой фотографии особь, который 117 сантиметров, это ширина карапакса, то есть это его тело без ног. Но пишут о том, что он может достигать вплоть до 150 миллиметров у самцов. Самки, конечно, поменьше, 95, у них разница по половине есть в этом плане. Они предпочитают жить на мягких грунтах, или стых, или песчаных, но мы их встречаем и на камнях, естественно. Они могут довольно глубоко уходить, до больше 1000 метров, и они любят холодную температуру. Они больше 7 градусов вообще не выносят, а так считается, что больше 4-5 градусов тепла, и у них уже наступают проблемы с метаболизмом, и поэтому они предпочитают более низкие температуры, они все-таки северные организмы. И продолжительность их жизни, так чтобы примерно 15 лет, очень все зависит, но где-то они 8-9 лет дорастают до большого взрослого состояния, после чего у них происходит термальная линька, они линяют в последний раз, становятся половозрелыми, после чего они там несколько лет размножаются и умирают, не линяя. И также очень заранее хотел бы вам сказать, что это довольно крупный и сильный хищник, быстрый, но в то же время он всеядный. Вот на фотографии из видео внизу вы видите, как он ест афиуру. В Баренцевом море и в крае Кракского моря существовал, до вселения этих крабов существовал местный краб Хиеса РНС, он намного меньше, его карапакс максимально достигает примерно 80 мм, но их молоть очень похожа. На фотографии внизу вы видите уже более взрослого Хиеса, у него более вытянутый карапакс, а правее от него находится молоть краба-стригона. Но когда сам Хиес помоложе, он более округлый, а когда Хианоцетас с тригона помоложе, он более вытянутый, и поэтому их довольно легко перепутать, особенно когда они только осели и буквально несколько миллиметров в ширину карапакса, но в то же время все-таки их можно отделить. И поэтому важно заметить то, что в самом Карском море, в центре Карского моря, других крабов вообще не существовало. До вселения краба-стригона там местная биота не знала, что такое большой донный быстрый хищник. Есть рыбы, небольшие достаточно, но вот такого, чтобы ходил ножками и поедал, и копался, такого не было. Итак, когда попал краб-стригон, сначала он попал в Баритцево море, его обнаружили в 96-м году первый раз, после чего он довольно быстро начал распространяться в Баритцево море, и за его распространение очень хорошо документировано совместными работами Норвегии и Пенро, у них очень большая сетка траловых проб, многолетних, хорошо описанных. этот краб очень хорошо изучен его продвижение в Баритцево море, просто интереснейшие работы, и на данный момент уже открылась промысловая ловля этого краба, в Баритцево море его добывают, достаточно большие, насколько мне известно, размер краб-акса должен быть 100 мм, опять же, я не очень с промыслом хорошо знакома, но, насколько мне известно, что минимальная должна быть 100 мм ширина краб-акса, для того, чтобы этот краб считался промысловым, все, что меньше, должно отпускаться или не ловиться. Как вы видите, распространение в Баритцево море очень тоже хорошо документировано, что оно совпадает с линией, вот справа вы видите придонную температуру в 2 градуса, он до сих пор еще не зашел, или есть единичные находки, вот слева там звездочками видны, единичные находки крабов, этого краба в температуре выше 2 градусов, но в основном основная масса популяции находится в более низких температур, чем 2 градуса. И очень большое поселение, вот вы видите, именно у Новой Земли, ближе к Карским воротам, и на самом севере возле Святой Анны. Карское море, он был впервые обнаружен в 12-м году, и после чего, вот в центре вы видите зеленым кругом здесь отмечено, и после чего во время рейса в Институт океанологии мы в 12-м, в 11-м, 13-м не находили этого краба, ну и не попадали в то место, где наши коллеги его обнаружили, а вот в 14-м году вы видите вот оранжевые звездочки, это там, где мы нашли краба, то есть почти повсеместно в западной части Карского моря и на самом севере. С тех пор мы его изучаем ежегодно, пытаемся отслеживать, что же происходит, мы используем трал с егсби, который позволяет нам ловить молоть краба. Совсем большие, скорее всего, убегают, хотя попадаются достаточно часто, попадаются и большие крабы. Ну, естественно, это не промысловые тралы, достаточно маленький трал, но он позволяет поймать даже только что осевших вот 3-миллиметровых крабов. Вот мы, тут же я буду в этом дальше расскажу про данные, которые с нами поделились наши коллеги из МВБИ, которые ловили донным большим тралом. И самое интересное, мы посмотрим с вами, как мы работаем с видеоаппаратом, подводный видеоаппарат, который буксируется и позволяет нам рассчитывать плотность поселения и также размерную структуру. Вот пример того, как выглядит видео, подводное видео. К сожалению, вы видите здесь, что здесь круглый объектив. это были одни из первых съемок, еще не отрегулируемых данных. Дальше вы увидите более ровные видео. Но самое главное, что нужно отметить, что у нас есть два лазера с известным размером между точками. И за счет этого мы можем рассчитать размеры крабов и других видов. Вот этот краб, что здесь показано, это, кстати, хез, а не краб-стрингун. Это как турреместный краб. Их тоже достаточно легко определить по видео. В данный момент мы с моим братом Максимом Зальдулоте, который тоже, насколько мне известно, сейчас присутствует здесь. И дальше, если будут какие-то вопросы по обработке видео, мы можем у него спросить. Вот, работаем над программой, которая позволит нам резать видео на точные фрагменты, чтобы совпадало полностью дно. Чтобы, когда наш видеоаппарат двигается вправо, влево, вверх, вниз, вот это все расчистить, а именно, чтобы чистое дно было, соединялось точь-точь-точь, и после этого мы тогда сможем, помимо того, что рассчитать размеры крабов, и мы можем более точно посчитать их плотность, а также посмотреть, насколько они группируются или распределяются, как далеко они друг от друга находятся. Вот, тут примеры того, как выглядят крабы на видео. Самое интересное, что я хотела показать, вот посмотрите на нижних бухофотографиях, видно дымку над дном, всегда заметно, если краб убегает. Краб крайне редко убегает, чаще всего они остаются на месте, и мы видим и больших, и маленьких, но тоже, естественно, мы не видим совсем маленьких, которые очень любят закапываться, и вот вы видите тоже справа внизу прикопанный краб, достаточно большой, но совсем маленьких мы, естественно, не видим, но это нам помогает увидеть трассы иксби. Вот тут крабы на камнях, как я вам обещала, вот краб, спрятанный под лилией, и еще один прикопанный краб. Я сейчас постараюсь вам показать видео, маленький пример того, как выглядело дно. Вот, пожалуйста, посмотрите, это видео дна залива благополучия в 2016 году, когда мы только начали более-менее сильно наблюдать за этим крабом. Ну, мы в 2016 начали, но с 2016 года вот совсем сконцентрируемся. Вот посмотрите, там и видны афиуры, и живность на дне всякая разная, да, и я не буду слишком долго показывать. Сейчас мы увидим какого-нибудь краба, вон двигаются афиуры, вот справа был краб, если вы увидели, он припорошен, где-то тут еще должны быть крабы, вот слева был краб, вот, и для примера я вам сейчас покажу небольшое видео 2020 года, как изменился, это то же самое дно того же района 4 года спустя, пустыня, вон рыбка была, ну в общем-то это ровно то же самое место, вот крабы есть, вот они попадаются, афиур нет, ничего нет, живность куда-то делась. Итак, вот пример того, что разница того дна живности между разными годами, вот вы слева видите наверху точку, откуда это показано, и наверху вы видите 2014 год фотографии, слева это на крупном сите размытой часть трала, а справа это на маленьком, на тоником мелкая фракция, и 2019, вы видите разницу между 2014 и 2019, довольно феноменально, куда-то все афиуры подевались. Вот еще более показательная картина, 2014 год наверху, это вот центр Карского моря, большое количество афиур, в 2019 году гораздо печальнее, в 2020 совсем печальнее. Я могу вам сказать, что настолько близко мы эти тралы делали, что когда мы повторяли видео, мы видели, как наши следы от тралов пересекались, то есть мы практически прошлись по той же самой точке. Вот еще пример, еще дальше, крабы есть, живности меньше становятся, хотя здесь не так все плохо, и мы увидим дальше, почему. Вот здесь менее показательная картина, но в то же время примерно ощущение можно представить себе. Вот и так в 2014 году мы поймали большое количество крабов. Самое главное, что я хотела сказать, что самый большой краб был 80 миллиметров, это там на севере стрелочка показана, все остальное это были мелкие крабы, максимально 17 миллиметров, это совсем маленький, и было очень большое количество только что осевшей молоди 3-4 миллиметра. Из этого размера мы посмотрели на то, как растут крабы в других районах, и молодь чаще всего растет примерно с одинаковой скоростью, на более зрелых стадиях может скорость меняться в разных районах поселения крабов, а вот молодь чаще всего линяет примерно одинаково, и мы рассчитали, что максимум этим крабом 17-миллиметровым где-то около 3,5-4 года. То есть они осели где-то в конце тысячадесятых годов в Карское море, которое обычно, почему не раньше, почему в эти годы? В Баренцевом море уже довольно давно существует плотная популяция, она подошла к краю границы Карского моря, почему он не селялся до этого времени? И скорее всего, что это совпало с ранним танием льда, которое началось вот как раз таки в районе 2010-го года, и на картах видно, что в мае уже открывается Карское море, и личинки могли поступать из Баренцева моря с водой чуть ниже верхнего слоя, они могли поступать, и уже более открытое море позволяло им и питаться, и дорастать, и они успевали за этот период, у них довольно длительный период личиночной стадии, который, конечно, сильно зависит от количества еды и температуры, то есть несколько месяцев крапа находится в личиночной стадии, и вот они, видимо, смогли в это время дорасти и осесть. После этого, после 16-го года, 14-го, 16-го года мы пытались повторять съемку так или иначе, с разной возможностью, в 17-м, к сожалению, совсем не очень получилось, с 18-ю чуть, а вот в 19-м и 20-х годах мы повторили довольно хорошо, вот слева вы видите синими кружками показаны, где мы в 19-м повторили съемки, и красные квадратики, это там, где мы повторили в прошлом летом, в 20-м году. Вот, а также мы на правой картинке вы видите большое количество кружочков, это данные ММБИ, которые были взяты с разрешением ММБИ, я вам покажу, какие данные у них, но этот краб ловился большим тралом, совсем другим орудием, чем у нас. И на этой картине вы можете посмотреть разницу того, каких крабов мы ловим разным орудием лова. Вот, на самом верху вы видите вот этот график и 15-мм, вот это была основная группа, размерная группа крабов, которых мы ловили тралом Сиксби, но также вы видите и крупных крабов тоже попадались, даже 117 мм краб попадался, и это вот все, которое было у заливов, у карских ворот, это было собрано тралом Сиксби, и на видео вот самый нижний график, вы видите тоже этот пик 15-мм мы видим, но мы не видим вот тех более мелких, меньше 10 мм. И основной пик мы видим в 50 мм крабов мы на видео видим побольше размеров крабов, но в то же время заметьте, что количественно вот этот маленький пик, его тяжелее на видео увидеть, в смысле большой пик маленьких крабов, их тяжелее на видео увидеть, они даже скорее всего недоучтены на видео, вот, а большой крал совсем не ловит маленьких крабов, вот, ММБИ, они проходят сквозь ячейку, но зато ловят и больших крабов. И тут вопрос, то, что мы видим, что возле Ямала крабы крупнее, это артефакт орудия лова, или, возможно, там, правда, популяция более крупных крабов, чем в других районах Карского моря. Но это стоит проверить, мне кажется, что если мы посмотрим по этой карте, то и в статье есть статья, которая вышла позапрошлым году, где мы обсуждаем это, и там, скорее всего, что это правда, возле Ямала крабы покрупнее, посильнее и понажористей. Что еще особенно, что тралы позволяют, конечно, нам видеть более тонкую структуру, размерную структуру популяций, и мы можем видеть разницу между самцами и самками, и тогда выводить все вот эти размерные группы, за которыми мы можем следить, того, как развиваются естественно, каждый скачок размера у краба, это какое-то время, мы можем рассчитывать их возраст и так далее. Но вопрос, а вырастут ли вообще эти крабы, вот если возле Ямала они побольше, а тех, которых мы ловим в других районах поменьше, и мы увидим из 19-20-го года, забегая вперед, что правда крабы так и не дорастают, которые попадаются нам, так и не дорастают до больших размеров. И вопрос, вырастут ли они в Карском море больших размеров, при том, что мы видели, насколько изменилась крамовая база в море, это сложный вопрос, но эти крабы довольно маломерные в Чукотском море, и возле Ньюфанглена тоже большая часть популяции, она маломерна. У них, так сказать, вот этот Converse James Klein, я не знаю, как это по-русски, к сожалению, называется, есть правило Бермана, который показал, что млекопитающие на более высоких широтах, ближе к полюсам, становятся больше, а в теплых, южных или там северных, зависит от какого-то, полушария, чем ближе к экватору, тем меньше млекопитающие, чем дальше к полюсам, тем они крупнее. Это также было показано для многих других организмов. Для членостоногих было и в ту, и в другую сторону показано, и также были моменты, когда и нет никакой разницы. Для наземных это связано, говорят, когда обратная такая размерная перевёртышка, говорят, что это связано с тем, что укорачивается сезон, когда организм может расти, то есть только летом они успевают сколько-то вырасти и просто не дорастают до больших размеров в северных широтах. Но под водой такой проблемы не существует. То есть донные организмы, конечно, сезонно может изменяться кормовая база, но большинство, если это хищник, то, скорее всего, или добычи есть, или её нету, вне зависимости от сезона. Но было показано, что, чтобы достичь больших размеров, то крабу нужна более тёплая температура. А на ранних стадиях и для созревания личинок нужна более холодная температура. И вот, например, было показано, что есть миграция в Канаде возле берегов Ньюфаннуда, что крабные крабы уходят на глубину, где температура воды потеплее, а когда для спаривания они уходят к берегу, к холодной воде. И у них идёт дилемма остаться у самцов для терминальной линки и дорасти до большого размера внизу, или, так как самцы могут быть уже способны размножаться прямо до термальной линки, они могут успеть спариться наверху и там полинять, но уже с меньшим размером. И это как бы зависит от непосредственных ситуаций и особенностей морей, но уже несколько работ показано, что в более тёплых районах крабы достигают большего размера. А в Карском море вот карты, которые были раньше, они сейчас нужны. По всему морю минус один везде. И им даже собственно и на дне им в общем-то и мигрирует некуда. И неизвестно мигрируют ли они или нет. До этого мы ещё не доросли. Вот. 19-м году мы можем посмотреть, что крабы тоже были достаточно мелкие, несколько находов побольше крабов, но чаще всего большие крабы ловятся или возле Карских ворот, или возле Свитуаны, то есть ближе, в местах, где большее влияние Баренцево море. Как вы видите, здесь такая сборная солянка. На фотографиях вы видите, что присутствует какая-то молоть. Я вам одно могу сказать, что этим крабам молодым около 2-3 года, а только осевших крабов в 19-м году мы не поймали. Но была весна, мы пришли, только недавно оттаял лёд, личинок в воде было кучей, я решила, что, ну, видимо, они не осели, а прошлогодних я почему-то не заметила. Вот вы видите, вот эта дырочка кругленьким красным показана. А средний размер краба остался примерно такой же, как и в 19-м году. Но что самое интересное, что все самки, которые ловились крупнее 25-ти миллиметров, все были икроносны. Практически не было ни икроносных самок. И 25-ть миллиметров это очень маленько для самки. Самки гораздо крупнее в других районах с икрой, а здесь они все то есть они уже не вырастут. Все. Как только у них икра, все, они дальше не растут. И в 20-м году этим летом мы примерно тоже повторили съемку похожую и вообще не нашли молоти. Молодь у нас была только в Баренцевом море и вот на самом севере опять же у Святой Анны, где опять же очень похожая с Баренцевым морским ситуация, а во всем море мы не нашли севшую молоть. То есть вот это бешеное количество личинок, они не дожили, не осели или осели и их съели. Вот дырочки вот такие вот в размерной структуре, хотя вот вы видите вот в Баренце море Светуан маленькие пики с маленькими крабами присутствуют, поэтому куда делись только осевшие крабы, это наверное будет основная задача, которую мы пытаемся решить сейчас. Что изменилось вроде ситуация со льдом довольно благоприятная, достаточно рано тает лед, куда они подеваются, может быть, их съедают. Вот эти личинки и то, что я вам говорила, что вот в 2019 году вот только белые квадратики вы видите ближе к рекам, где пресная вода, не было личинок, а во всем, по всей территории было огромное количество, вот вы видите в плошечках это вот малая часть тех личинок, которые мы ловили. А вот в 2020 году уже в Баренцевом море мы не находили личинок, была осень и личинки видимо уже осели и мы находили только всехших крабов на дне, а в какой-то части вот оранжевый кружочек мы находили мегалоп, а вся остальная часть желтая это там, где мы находили личинок, гораздо меньше и они были потрепаны, то есть это уже поздняя осень, это сентябрь и личинки исчезали. Ну и опять же о самоках я говорила, то есть еще остался вопрос откуда эти личинки, это карско-морские личинки, которые от этих самок с икрой произошли или это личинки, которые пришли из Баренцевого моря. По размерной структуре личинок мы пока что не можем вам точно сказать, потому что они более-менее равномерного размера по всей территории Карского моря были, а самки, ну вот с 16-го года у нас постоянно попадаются самки с икрой, я не могу вам ответить, что же было у ММБИ, размеры самок у нас есть, но что было с Карапаксом мне неизвестно, но что было с самками, которыми поймали мы в Тралсигсбе, это то, что все самки были с оранжевой икрой, то есть это достаточно молодая икра, они все были чистенькие, то есть это не второй год, самки только недавно, видимо, полиняли, и вот в 18-м году у нас самки ловились без икры, но с гонадами уже хорошими, вот вы видите на фотографиях заполняемости хорошей гонадами, а в 19-м году уже заполненные были гонады, но и икра тоже у них была, и гонады, и икра была в большом количестве, то есть вопрос остается с тем, где самки, которые уже икру отметали, и в 20-м году я тоже таких не находила, то есть с пустым нищим, где самки, которые уже второй раз с икрой, которых крапакс обросший, грязный, в основном все самки, которые находятся у них, молодая икра, желтая, оранжевая и чистый крапакс, а эти крабы могут носить икру год или два, в зависимости от температуры и возможностей. На этом я ставлю разговор о самках и личинках, потому что это загадка, которую мы хотим разгадать, смотреть и думать, что с этим делать. Еще небольшой пример о том, что происходит с популяцией. Само по себе Карское море как такой природный эксперимент интересный, там никого, кроме этого краба-вселенца нет, дно было не тронуто, там не было промысла, чистенько, пришел вселенец, и мы видим, все, что происходит на дне Карского моря, оно связано с вселенцем, потому что, естественно, изменения климата еще не достигли тех глубин. и это довольно уникальная ситуация, потому что, как я говорила, в других морях, таких как Средиземное море или даже тоже Баренца моря, вселенцев уже несколько, плюс рыболовство, плюс еще что-то, и это все накладывается, и какое влияние с чем связано, как они завязываются друг на друга, очень сложно понять. А здесь вот такой чистый эксперимент, и внутри этого чистого эксперимента есть еще один прекрасное место, это залив благополучия, который очень сильно отличается своей популяцией краба от остального моря. Там, судя по всему, осела одна большая популяция. В 2014 году мы только осевших примерно молоть, ну, не только осевших, двухгодичных поймали в 2016 году. И вот эта популяция таким одним скобом и растет. Новый практически не поступает, и вот мы видим, как эта популяция растет. Вот вы видите на графике вот в 2016 году плотность популяции около примерно одного краба на квадратный метр, но эти крабы были маленькие. Вот на фотографии вы видите, это как раз-таки да, с 2016 года фотография, какая плотность популяции. То есть на одном кадре мы видим сразу большое количество крабов, но это маленькие крабы, и они закапываются, естественно. На видео мы недоучитываем. Трал пришел, я вам скажу, просто вот я закопалась, там просто крабы были сплошняком. В 2018 году опять же пришел полнейший трал крабами, и там было уже большое количество мертвых крабов, не тронутых, не съеденных, просто мертвых крабов. А в 2020 году вы видите, плотность опять рухнула, это по видео, но там все крабы, я вам показывала в видео, крабы довольно крупные, пустое дно, мало живности, и вот вы тут на трале тоже видите. И эти крупные крабы, они примерно остались того же размера, что и в 2018 году. вот верхнее слева графики, вы видите, вот 15-15, что на видео, что в трале основная группа, размерная группа крабов была 15 миллиметров. В 2018 году, вот по видео мы видим 22, и вот там 30 с чем-то, да, самки были, у них было два пика, 27 и 45, и у самцов 27 и 37 были пики. в 2020 году, ой, я его не подписала, вот это слева, вот это три благополучия, зе благополучия, вот это слева внизу, это 2020 год, извините, что не подписала, а тоже пики 32-42, то есть, ну, самцы и самки в 2018 году примерно тех же размеров были, что и в 2020 году, их плотность упала, а размер не изменился, потому что большинство из них уже прошло терминальную линьку в 2018 году, и в 2020 году они уже были потрёпаны, а новеньких, как вы видите, нету, меньше 32, ну, меньше 24 мы и не видим. Собственно, пополнение популяции благополучия мы пока что тоже не видим, или туда личинки не доходят, не выживают, вернее, ну, в толще воды мы их видим, но они, видимо, не оседают, или они оседают от того, что там совсем нечего есть, их местные крабы съедают. Это, опять же, вопрос о том, что я до этого рассказывала. Возникает вопрос, но на какой же стадии тогда наша популяция в Карском море краба этого? Трудно сказать, потому что вселилось сразу много, то есть мы сразу начали с большого, большого количества краба, или вот это вот раннее вселение было маленькое, оно доросло, постоянное увеличение популяции, вот прям на рост популяции сейчас за протяжение этого времени не видно, она плотность примерно такая же, просто эти сами крабы, они подрастают, 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 поедают под собой всё, а их плотность не возрастает. Это, видимо, связано с тем, что вектор из Баркцевого моря довольно сильный, оттуда поступило большое количество личин, которые осели, и вот сейчас вопрос остаётся, что же с этими самками, что же с местным воспроизводством сможет ли Карско-морская популяция стать полностью независима от Баренцево-морской, то есть, если вдруг в Баренцево-море всё вымрет, выживет ли Карско-морская популяция. Вот, ну и другой вопрос, конечно, что же они там едят в Карском море и останется ли им что-то поесть. Мы посмотрели желудки, как и наши коллеги, и в других странах, и в Пенро, и в Баренцево-море, и в Карском море, они едят всё, всё, что встретят, большое количество дитрита, фиур, двустворок, в общем, всё, что видят, всё едят, всё это встречается в их желудках. И также изотопный анализ тоже показал, как вы видите, вот этот крестик, я не буду сильно вдаваться в подробности, что эти оси значат, для тех, кто понимает анализ стабильных изотопов, сразу догадаются, а те, кто не знает, я только одно могу сказать, что тот факт, что вот звёздочка, где находится краб, он вот прям посредине всех остальных видов, он такой всеядный, всё ест, и где-то там посредине цепочки сети находится. Вот, более подробная работа есть, но и по питанию с желудками и с изотопами тоже краба с тригуна из Печорского моря, вот, которая вышла в начале этого года, Анна Гебруку была первым автором, она смотрела желудки краба с тригуна и других декапотов Печорского моря, а я посмотрела на их изотоп, ну и вот тут маленькая сеть тоже примерно, кто как, кого ест, это очень интересное место, так как там ещё возвращается морж, и они соперники по еде, и мы хотим понять, как бы, они мешают друг другу или нет. Ну и опять же, краб всеядный, ест всё, что только возможно, и самое интересное, это то, что местные декаподы между собой как-то нишу разделили по размеру, они все всеядные, но они как-то разделили по размеру добычи, по видам слегка разделение есть, а краб-стригун вот ест всё, что они едят, он перекрывает их нишу полностью, вот, такое же было похоже и у камчатского краба, вот, нашей работы, из губы зелёная, вы видите на правом графике вот эти все кружочки, это разные виды, и они разделены, а вот красным и чёрным это камчатский краб, который прямо посредине их находится и перекрывает их ниши. И осталось последний интересный вопрос, это что же делать, когда этот краб приходит, извините, что на английском, как-то я не заметила, что же делать, когда этот краб приходит в особо охраняемые территории, как мы можем их защитить, естественно, в русскую Арктику они уже пришли, до Франции и Йосифа, по-моему, не дошли, но я не уверена. И наш ответ, ловите побольше вокруг, вокруг, то есть нас охраняем территорию, если мы его будем облавливать вокруг, может быть, мы как-то сможем сдерживать, потому что попадание этого вида в охраняемую территорию морскую, ну, просто он съест все, что мы охраняем, и для этого, может быть, районы, которые находятся вокруг, особо охраняемые, может быть, там снять квоты на Кравово, чтобы облавливалось, чтобы очищалось как-то, и меньше попадало на саму территорию, но это, конечно, вопрос тоже интересный. Спасибо за внимание.